Было бы круто, если бы и играми можно было лечить. Заходишь такой в кабинет врача, там PlayStation 5 стоит. Блин, я бы у него и остался жить. Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня с вами реакция на видос, который называется «Ужасы внутри нас». Какие ужасы, пока непонятно, но чувствую, ужасные ужасы. И это Утопия Шоу, так-то Женя. Давайте смотреть, погнали. Вроде не Хэллоуин сегодня, но будет страшно. Вот так вот, да, Женя любит удивлять. Ну что, Женя, пугай. Человеку плохо, пожалуйста, скорую. Ага. Бойся, тебе нужен страх. Тебе нужен страх? Мне не нужен страх. Я так боюсь, а какая фигни. Хватит, хватит, я бояться. О, прикольно это делано. Я думал, что знаю о нем все, ведь это просто чувство, которое с нами постоянно. Страх темноты, страх змей и пауков. Страх прыгнуть с парашютом. Страх потерять работу и многое, многое другое. Но, как оказалось, все намного серьезнее. Сегодня мы затронем одну очень важную и актуальную лично для меня тему. Хоррор-индустрия и почему нам это необходимо. И поверьте, многое из того, что будет сказано сегодня, совсем не очевидно. Прошлый ролик с напитающей атмосферой Хэллоуина. Хоррор это хорошо. Иногда компания любит посмотреть хоррор. Сам никогда в жизни нет. Не надо. Зачем? Зачем мне сойти хоррор самому? Самую лучшую документалку посмотрю, видосик на ютубчике с вами гляну. Стал первым по набору просмотров, обогнав все другие на канале. Скорее всего сыграло много факторов, но я бы ставил на то, что людям нравится нечто пугающее. Ха! Страшно. Ну чуть-чуть было. Я уже прожжен, и меня скримерами на стримах пугают. Я уже привык. Минус, это круто, на самом деле. Количество хоррор игр и фильмов с каждым годом заметно растет. Квест комнаты становятся все более жуткими, а на американских горках выстраивается многочасовая очередь. Вы вообще задумывались, почему все это пользуется большой популярностью? Потому что людям это нравится? Да, в том числе. Но что если им нужен страх и переживание? Адреналин, адреналин люди любят. Это сидит вот тут. Но мы не осознаем. И это удивительно. Вокруг нас уже происходят события, которые пугают не на шутку. Болезни, смерти, войны, преступления. Но многие... Вы это услышали? Ё-моё, соседи! Чё так вовремя, что это было? Что-то они там бруцают по всему дому. И хватит! И вот теперь страшно. Ладно, страшно, но топием. Зачем ты приехал на шестон, чтобы меня пугать? И хватит. Окей. Вы удивитесь, если я скажу, что фанаты хорроров лучше переносят это нелегкое время, когда заболевших все больше. Что если ходить на свидание порой лучше в страшные места, а стресс не так плохо, как нам кажется? Смотри внимательно и все узнаешь. Страх играет большую... Ну, вообще, выход из зоны комфорта, это полезно довольно. Это, поверьте мне. Когда ты не в зоне комфорта, ты что-то делаешь. Когда ты в зоне комфорта, тебе не хочется делать ничего. Вот тогда лень преобладает над тобой. Роль в нашем выживании. Без него было бы совсем плохо. Но да, я тоже часто думал про себя. Мне надоело бояться. Вот бы страха вообще не было. А вот только представьте, если бы ваше желание исполнилось. Вы бы тянули руки ко всем ядовитым змеям. Ходили бы по шатким балкам. И, как итог, в один прекрасный момент умерли. Возможно, получив даже премию Дарвина. Хм, классно. Хоть какая-то премия у меня будет. Как же синяя-то круто. Для тех, кто не в курсе. Ну, а слушай, да? Я обожаю игры. В свободное время я отдыхаю в них. И мой любимый жанр, как вы уже поняли, хоррор. В детстве, когда мне подарили PlayStation, я играл совершенно во все, что предлагали. Ведь в игре особо не было. Но однажды мне попался диск Silent Hill. Ой-ой-ой-ой. Да, Silent Hill до сих пор пугает. Но не такое, конечно. Хотя я тут напугать может. Выключал, а потом ждал момента, когда же я смогу снова в нее поиграть. Для людей вокруг это было странно. Не игра, если не нравится. Но мне нравилось получать эту дозу страха. С этого все началось. Время шло. Поколение консолей менялись. У меня появился компьютер. Игры становились все более реальными. И я поглощал отовсюду всевозможные хорроры. И даже сейчас, мне через неделю 30, а я с радостью мчусь играть в новенькую страшную игру, когда она выходит. С фильмами... Блин, жду от Кодзимы выход новой игры. Он вроде анонсировал, типа... Ну, непонятно, Silent Hill это будет не Silent Hill, но ждем. Это же должно быть круто. Это та же история. Если поход в кино, то первым делом смотрим, что же там по ужастикам. Кто-то скажет, что у меня какие-то проблемы. Но многие просто еще не знают, что хорошего таит в себе этот жанр. Он такой позитивный, милый. Не страшно, я все же привык. Ааа, ладно, испугаюсь. Ставь, рейтинг будет больше. Лайки ставь. Что не ставишь? Ставь, а ты испугаешь. Ааа, гиб. Ставь, ладно. Да-да. Так вот, что я люблю. Вот почему я шопоголик. Реально шопоголик. Нет, надо лечиться. Ну, я покупаю обычно нужные вещи, но иногда думаешь, блин, подожди, можешь подождать месяц. Нет, надо купить сейчас. Оттание на американских горках. Простите. Первое занятие чем-то новым, преодоление трудностей и, да, просмотр страшных фильмов. Да, все это стресс, но воспринимается нами очень даже хорошо. Ну, кому как, если честно. Но вы даже не представляете, что для нас значит такой стресс. Я бы даже сказал, что без него жизнь бессмысленна. Но как именно это работает? Давайте по порядку. В дикой природе, когда животное сталкивается с опасностью, вегетативная нервная система, работающая без нашей воли, реагирует на все сигналы от нашего зрения, слуха и других органов чувств. Вот напалась кролик. Господи, какой кролик милый. Это не просто так. Организм вас подготавливает, чтобы вы смогли спастись в экстренной ситуации. И на эту ситуацию есть два ответа. Бежать или вступать в драку. В обоих случаях этот активированный механизм должен вам помогать. Да, многие животные стоят на месте или маскируются, пытаясь остаться незамеченным. А некоторые сначала бегут, а потом дерутся. А некоторых людей вообще парализуют. Да, да. На самом деле от страха, это самое, наверное, страшное, когда тебя от страха парализуют, когда ты ничего не можешь сделать или сказать. Это самое худшее состояние. У меня такое раз в жизни, помню, было в детстве. Но обычно все-таки у меня это быстро проходило. Я помню, страшно было, когда я с другом гулял, он с собакой гулял, и на нас напала стая собак. Тогда меня на секунду парализовало. Но потом я понял, что, блин, если я сейчас буду так стоять, как дурень, сейчас меня еще и покусают. То там, конечно, война была, камни летели во все стороны. Бей, беги или замри. Ну, в общем, ладно, это работает. Лучше бей, беги. Но вот что самое интересное. Бей, беги лучше работает. Вы, разумеется, слышали выражение «кровь стынет в жилах». Я его не просто так сказал в прошлом выпуске. Оказывается, что людям в контролируемом эксперименте показали фильм «Астрал» и какую-то обычную документалку и взяли кровь. Но выяснилось, что кровь-то действительно стынет в жилах. Как и говорили, чуть ли не испоконно. Чего? Они обнаружили повышение уровня фактора свертывания крови в 8. Ого. Значит, что ваше тело продолжает готовиться к самому страшному. Вдруг вам сейчас отпилят ногу. В такой ситуации терять лишнюю кровь очень не хочется. Поэтому сделаем все возможное заранее, чтобы ускорить свертываемость крови. Короче, смотрите, там порезались. Сразу ужастик хотите смотреть. Быстрее рано затянется. Наука! Она такая. С приколом. Когда вы пугаетесь скримера, вы испытываете примерно то же самое, что и наши предки, на которых, к примеру, напал самый настоящий медведь. Окей. Это помогает животным защищаться. Это могло помочь людям испокон веков. Но зачем нам этот механизм именно сейчас? Зачастую мы живем обычной жизнью. Не убегаем от ягуаров, и медведь нам не хочет голову обглодать. Но при этом «Бей или беги» запускается при просмотре хоррора. Это странно. Ведь если произойдет огромный выброс адреналина, то сердце может не выдержать, и вы упадете замертво. Особенно, если уже есть с ним проблемы. И это ответ на вопрос. Можете ли вы умереть от страха? Да. Только случается это невероятно редко. О смерти, связанной с испугом от хоррор-фильмов, вообще единицы. И то они под очень большим вопросом. Но я бы не стал совсем сводить на нет эту вероятность. Тем более, когда есть исследования, что страшные... Лучше сердечко свое беречь, беречь, если у вас с ним проблемочки. Но у меня проблемчиков нет, поэтому буду смотреть даже страшные ролики. Буду смотреть. Действительно повышают вероятность сердечного пищи. И слушать скримеры. Так вот, видите, вы какие хорошие вещи делаете. Вот вы кидаете мне скримеры на стримах. А у меня-то кровь лучше сворачивается. Я вообще крепким становлюсь. Адреналинчик. Умным. Бу. Так что, если вы говорите фразу, ты меня до смерти напугал, то знайте, опасность миновала. Как вы заметили, пока что одни минусы. А плюсы будут. При просмотре страшных фильмов или прогулке по страшной игре, мы активизируем эту программу. Но что самое главное, в безопасной среде. В игре мы вообще сами решаем, когда и куда пойти. Мы полностью контролируем ситуацию. Нас никто не хочет убить. Мы у себя дома. Все хорошо. И вдруг... Да. Еще один скример. Мы опять подпрыгиваем от неожиданности и сразу начинаем улыбаться или хихикать. Вы можете постоянно видеть это у стрима. Ну, да. Да, такая классика. Мы опять сразу же понимаем, что мы в безопасности и получаем удовольствие. При страхе вырабатывается гормон дофамин. Гормон счастья, как его называют. Я максимально против продуктов наркотиков, но на дофамине мы с вами знатно сидим. И теперь неудивительно, что мы хотим пойти в кино на хоррор. Заняться экстремальным видом спорта. Пойти в квест испугаться. Нам с вами просто нужна еще одна доза. Доза удовольствия. Это отчасти напоминает экспозиционную терапию, которую применяют для лечения тревожных расстройств, в том числе фобии и ОКР. По сути, тебе предоставляют источник твоей тревоги. Но тебе объясняют, что ничего на самом деле не угрожает и тебе должно стать легче со временем. Было бы круто, если бы и играми можно было лечить. Заходишь такой в кабинет врача, там PlayStation 5 стоит. Блин! Я бы у него и остался жить. Дверь и не беспокойте меня. Да-да-да. Уходи, врач. Мне как бы ты не нужен. Но организм на этом не успокоился. Выделяется гормон окситоцин. И есть исследование, что этот гормон усиливает нашу социальную память. Это значит, что если вы пошли с компанией или вашей второй половинкой в кино на страшный фильм, сильно испугались, но вам это понравилось, и весь вечер, скорее всего, тоже. Вы сильнее запоминаете такие прекрасные моменты, когда страх прошел, угроза была не настоящая, да еще к тому же вы были с кем-то близким. Быть может, именно он вас и защитил, подумал бы мозг. Но есть и обратная сторона. Также есть исследования, которые говорят, что если что-то пошло не так, и вы по дороге домой поругались, то воспоминания о хоррор-фильмах могут быть не лучшие. Ну да, это, кстати, точно. Короче, надо в хорошем настроении после хоррор-фильма быть. Надо говорить, как я тебя люблю, давай поцелуемся, и будешь помнить, поцелуй нас всегда. Наверняка. Главное, человека насильно не заставлять смотреть хоррор или играть в страшные игры. Люди, которые этого хотели, по итогу получат отличные эмоции. А те, кто не хотел, вот тут могут возникнуть трудности. Ну да, насильно вообще нельзя ничего делать. Но про свидание в начале я сказал не просто так. Есть научное мнение, что существует ошибочная атрибуция возбуждения. Это когда вы путаете изменения в вашем теле от страха с влечением к человеку. Ну, например, вас чуть не сбила машина, и вам супер понравилась девушка, которая вам только что помогла. Вы представляете, даже исследования проводились. Но так как я не хочу быть желтой прессой, то упомяну, что эта теория подверглась критике из-за того, что не смогли повторить результаты. Но есть одно интересное. Мужчинам и женщинам показывали фотки людей противоположного пола до и после катания на американских горках. И более привлекали люди уже после катания. Значит ли, что это работы? Как необычно. А может и не совсем так. В будущем станет понятнее, когда будет больше исследований. Но если да... Блин, ну это интересное исследование. И на самом деле довольно легко проводится. Можно, например, хоррор-фильм посмотреть какой-то страшный. Хотя не все люди боятся хоррора фильмов. Но если большое количество посмотреть, то, думаю, боятся будут. В кинотеатрах такой проводить можно. После конца хотите пройти тест? Вот, смотрите фотографии. То вперед. Позови свою вторую половинку на страшный фильм или квест. Возможно, переживания, страха и, что самое главное, его преодоление будут ассоциироваться именно с тобой. С Ваха Евгений, к вашим услугам. Спасибо, Женя. Спасибо. А еще страх вам нужен просто потому, что вы взбодритесь и забудете о своих проблемах, вероятно. Исследователи объединились со страшным американским квестом и проводили эксперимент над людьми, которые уже купили туда билеты. В итоге оказалось, что страх позволил им расслабиться и забыть о своих проблемах. Также квест помог справиться со скукой, стрессом и усталостью. А еще вы понимаете, что пережили этот опыт и прошли че. Как я это делаю? Теперь вы готовы к новым совершениям. Это уже стоит того, чтобы испытывать контролируемый страх. Разве нет? Блин, я в такой квест поинтересу могу сказать. Поэтому да, не представляйтесь, что я постоянно говорю о хоррорах. Делаю косплей на любимых персонажей из хорроров. Постоянно нагнетаю атмосферу и пугаю скримерами. Это все потому, что вам, как и мне, это нужно. Вы этого можете не осознавать, но многим из вас нужны хорроры. Нужны, да. И не потому, что они нравятся вам. Но их так хороших мало стало. Потому что ваш организм это уже не хочет. Ставь лайк, все хорроры раньше были лучше. Или хотя, или-то я смелее стал. Че ты теперь поймешь, блин? А вот еще интересности. Новое исследование говорит нам, что вы можете сжечь столько же калорий при просмотре фильма ужасов, как и при пробежке. Вау. Кажется, я разработал себе новую диету. Но на самом деле не спешите. Но в этом ты ешь больше. Сайты так пишут чуть ли не каждый год. Все ссылки ведут на сайт Телеграф. И вышло оно в 2012 году. Прямо на сайте Телеграф. По заказу прокатной компании. С выборкой в 10 человек. И походу никогда не резидировалась и размещалась на профильных сайтах с исследованием. Че бы и нет, нормально. Такой себе, знаете, круг доверия. Если учесть, что ты просто сидя на заднице, можешь терять калории. Не, ну это может быть правдой, конечно. Но нужны нормальные исследования. Ну и уплетать попкорн при этом вы не должны. Хоррор диета. Ссылка на курс в описании. Ну вот что на самом деле. Да ну давай курс, Женя. Хорроры могут помочь сохранить ваше психическое состояние прямо сейчас. Недавно было опубликовано супер свежее исследование, которое показало, что люди, которые любят хорроры, психологически лучше переносят сегодняшнюю ситуацию с пандемией. Кто бы мог подумать, что между этим вообще может быть корреляция. Я более спокоен. Но если задуматься, то... Грустно, но спокоен. ...просмотре таких фильмов, как «Заражение», любой другой фильм про эпидемию, фильмы про конец света, и даже любой фильм или сериал про зомби-апокалипсис или инопланетное вторжение учит людей тому, что им нужно покупать в случае необходимости. Как реагировать на панику, к чему приводит паника, как обезопасить себя и так далее. Они просто видели это много раз. И они проявляют стойкость и готовность. На самом деле, все, что я говорю о фильмах, играх и квестах применимо... Я туалетную бумагу не закупал. Не знаю, зачем людям столько туалетной бумаги. Как минимум, мне кажется, туалетная бумага так самое важное, что должно быть килограммами у вас дома. Вот гречка, другое дело, гречка, вот это нормально, вода. ...которые вызывают у вас хороший стресс. Например, катание на американских горках. И даже тут есть интересные факты. Бронхиальная астма – это серьезное заболевание дыхательных путей. Было доказано, что у людей с этим недугом начинается сильная одышка, пока они ждут своей очереди прокатиться на страшной американской горке. Потому что это стресс и волнение. Страшно представить, что с ними происходит во время и после покатушек, да? А им становится лучше. И одышка их уже не так сильно беспокоит какое-то время. За это исследование даже присудили Шнобелевскую премию. Если кто не в курсе, это пародия на Нобелевскую премию и вручается людям за исследования, от которых хочется заржать в голосилом, но потом задумываешься и понимаешь, что да, это работает. Да, это не так уже плохо. Но есть и ложка дегтя. Все мы бесились с детства из-за того, что нам нельзя было смотреть фильмы для взрослых. Ну, не те, о которых вы сейчас подумали, а фильмы с кровищей и монстрами. И кто бы мог подумать, что это даже к лучшему. Немного нравоучения. Маркировка на кинокартинах и играх не просто так стоит. Ну, у меня здесь, я не смотрел ничего такого, прям супер страшного. Не, ну, было, но не прям в детстве, в детстве. Наверное, лет уже 13-14 смотрел первый свой хоррор какой-то. И то, и не смотрел, и вот и испугался, и побежал спать. Для меня очень страшный фильм был в детстве. Это «Мумия». Я прямо от него срался дико, не знаю почему-то. Но сейчас он смешно выглядит. А еще графика такая плохая, особенно в «Последней мумии». Ну, не которая последняя вышла вот недавно, а которая последняя на тот момент вышла. А так, что я боялся? Я еще боялся себя в крэше, когда ты проиграешь, там маска вскакивает, типа «А-а-а-а, гейм овер». Я его что-то жутко боялся. Ну, в «Гиташечку» я играл. Я как-то к ней относился не как к реальности сразу. Наверное, потому что графика не была, далеко от реалистичности не была. Если вы маленький ребенок слабой психикой, то это действительно может сильно на вас повлиять. У меня маленький ребенок не было никогда. Вот это лет 13, наверное, все это было. Ну да, он уже не понимает еще. С просмотром слишком реальной псевдодокументальной программы про призраков, где никого не предупредили, что это постановка. После этой программы не стало 18-летнего паренька. Но история настолько мутная, что мы с ней разберемся в ближайшем топ-секрете. Сейчас остановимся на чем-то более-менее доказанном. Блин, тоже хочу подкурить, хватит есть, Женя. Давайте все этих мальчиков получили панические атаки и расстройство сна после вот как раз этой программы на BBC, где призраков искали. Ну а теперь можно и личный опыт. В детстве я смотрел мультики, и меня папа предупредил, что отойдет по делам. Я этого, разумеется, не услышал, так как был увлечен просмотром. Но после них начались ужасы. И я начал искать хоть кого-то по квартире. Обделавшись, никого не найдя, я в одних колготках и шубе выбежал на улицу зимой в мороз и в слезах помчал в магазин, где работала мама. И это чуть ли не единственное воспоминание из детства, которое напечаталось настолько сильно. На самом деле, да, именно прям в детстве, в детстве это нельзя. То есть прям вообще нельзя. Ужаса это нет. Микки Маус, наши все там. Винни-Пух, Том и Джерри, смотрите. Там намного лучше. Я считаю, что да, это может вызвать дискомфорт у детей, как краткосрочный, так в некоторых случаях... Потому что связь с реальностью у них еще... У каких-то больше, у каких-то меньше, у каких-то вообще нет. Статистика невероятно маленькая. И, разумеется, нужны еще исследования. Но я-то хочу стать хорошим папочкой. Так что буду иметь в виду то, что есть. Но если вы подумали, что как-то сможете ограничить своим детям просмотр таких фильмов в эруто доступности контента, то это очень наивно. Их потолкнут другие дети. Да и в конце концов им будет очень любопытно. Лучше будет, если вы вместе выберете игру или фильм со своим ребенком. Объясните им, что это выдумка. Будете смотреть... И заодно вместе смотреть. Да, вот мне кажется, если бы это все было вместе с родителями, и вообще-то в компании, а не в одного. В одного, мне кажется, иногда будет изрослому сыкать на дому, в одному оставаться после хоррора какого-то. Хорошего хоррора. А так, если в каком-то более-менее уже сознательном возрасте показать ребенку, ну, знаете, еще лайтовенький хоррор, лайтовенькую игру, и играть вместе с ним, то я думаю, тогда будет все окей. Смотреть на реакцию и, если что, поможете с ней справиться. Звучит достаточно просто. А теперь вы должны понять. Все, что я сегодня сказал, справедливо, когда у аттракциона, игры или фильма есть предупреждение об эпилепсии, возрастное ограничение или ограничение для людей с болезнями сердца. Хорроры полезны, если вы здоровый человек. А сама тема страха, думаю, достойна рассмотрения в отрыве от медиасферы. Ведь там очень много всего интересного. Блин, по-другому геном займусь. Детям хорроры показываем под присмотром. Не заставляем насильно смотреть, когда люди этого не хотят. Но при этом смотрим вместе с теми, кто этого хочет. Выделяем гормоны и кайфуем. Ну, теперь можно и поиграть. Да ну за шо? Ну за шо? За шо? Он показал геймпад PlayStation. За шо? Вы понимаете, шо я хочу сказать? PlayStation. Все, спамьте везде в PlayStation. Дайте Майни PlayStation. Все мы. Все. И находим Instagram. PlayStation Украина. PlayStation Россия. Пишем. Майни хочет PlayStation. И кидаем ссылку на мой канал. Майни хочет PlayStation. Майни сделает вам рекламу. Майни будет стримить игры на PlayStation. У нас ее не достать. У нас днем с огнем ее не сыщешь. Ребята, чтобы понимали. У нас до... Мне написали в магазине, что до конца февраля все предзаказы раскуплены. До конца февраля. Вдумайтесь. Короче, да. Поэтому все. Пишите всем. Это не шутка. Потому что некоторые добиваются. Знаете, на Твиттере. Все, я там требую. Я не требую. Я просто прошу. Я прошу. Взаимовыгодно. Взаимовыгодно. Прошу. Там все мне так хвалят геймпад. Даже Женя мне похвалил геймпад. Говорит, он такой классный. Но теперь все. Хочу вот эту вибрацию почувствовать. Все, PlayStation. Я вас люблю. Вы меня, надеюсь, тоже любите. Я обожаю Sony. У меня камера Sony. Я сейчас снимаю на Sony. Понимаете? На Sony снимаю. У меня PlayStation 4. Громкий, конечно. Блин. Но он классная консоль. Пришлите 5. Все, простите. Это шутка. Ну, не шутка. Пришлите всем. Пришлите всем. Найти секретный объект. Задание. Хочу бы стоишь. Фильм, это напоминает мне Resident Evil. Что ж там будет? Игра. Нет, не игра. PlayStation 4. Или игра для PlayStation 4. Судя по свету, это PlayStation 4 включен. Наконец-то ты у меня. Ну все. Ну за что? Ну за что? Ну так играю. Блин, в жизни... Я еще, конечно, в жизни не видел. На видео намного красивее, чем на картинках. Забираю свои слова обратно. Он симпатичный. Прям симпатичный. Симпатичный. Не топ-1, конечно. Все равно наши квартиры к такому не готовы. Хотя у меня студия, кстати, вообще под свет подходит. Надо студии это поставить. И вообще красота будет. А еще говорят, что она не шумит. PlayStation 5 у нас. Запрашиваю эвакуацию. Понял. Выдвигаюсь. Крис. Она выглядит потрясающе. Наконец-то мы не будем ждать загрузки игр. Ведь там стоит быстрый SSD-диск. Ладно, до встречи. Крис. Я троллюсь. Не буду. Она еще дешевелена. Простите. Не так быстро. Она по праву привлежит мне. Я ждал ее 7 лет. Ты не понимаешь. После того, как я попробовал новый DualSense, для меня другие контроллеры просто перестали существовать. Это совершенно новые ощущения. Я сплю и вижу, как... PlayStation, дайте мне новую PlayStation. Я плачу по-настоящему. Почти. Смогу вновь с нее поиграть. Это еще что? Ты вообще видел новые 3D наушники и новую камеру? Видите, какой геймпад красивый? Я, как и ты, не могу пройти мимо потрясающей графики. И поддержки 8К всего за 46 999. Вообще, ты можешь купить диджитал-версию всего за 37 999. И вообще не потерять в производительности. Наоборот, если купишь подписку на PlayStation Plus, то получишь все топовые игры из коллекции PS Plus. Это охренеть можно. Я еще, оказывается, во столько не поиграл. Ну-ка, быстро заткнись. Я и так на пределе. Я вообще тоже видел список игр, которые будут на старте. И которые выйдут в ближайшее время. Отдай консоль. По-хорошему. Не за что. Он убегает. Посылайте отряд. Я оставался на диджитал-версию. Лучше, конечно, с диском. Даже на диджитал-составался на все. Простите, я, наверное, заклевал своих зрителей. Извините. У меня хорошее настроение. И я реально хочу PlayStation. Тут без лжи какой-то. Но у нас ее просто даже не сыщешь с днем с огнем. Покупать у перекупов я не хочу. Пошли они в одно место. Ждать придется официального... Официально ждать ее придется долго. Во всех магазинах ее раскупили. Моментально. Еще до выхода их уже не было. Вот так вот. Вот так вот. Прям outlast. Теперь ты в безопасности. Хотя там значок этого. Безинтиву. Объект перехватен. Пятизла. Умбрелла вроде бы. Значок. Так вот почему их нет нигде. Их все воруют. Все воруют. Утопия своровал. Че так там своровал. Сверхмощная консоль нового поколения у нас. Сэр. Она очень красивая. Она очень красивая. Охренеть. Ссылка на покупку в описании. Негодник. Негодник же хвастается. Хвастается. Надеюсь это было. У меня появится тоже буду хвастаться. Но у меня не скоро появится. За шо? Атмосферно. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь вы узнали нечто новое о страхе. И в некоторых моментах действительно испугались. И не забывайте, что в описании вы всегда можете найти исследования, которые были использованы в этом видео. Я испугался того, что у меня плейстейшена нет. Простите. Я не могу остановиться. И не всех ваших предложений на наш второй канал, где выходит много всего интересного. В том числе и бэкстейдж со съемок. Круто. И кстати то, что происходило за кадром именно этого видео, скорее всего уже на втором канале. Буду рад вас видеть. До скорого. Пошел снимать топ секрет. О, ждем, ждем, ждем. Я обожаю ролики. Женя, это лампово. Даже реклама у него. А я понимаете, рекламу посмотрел. Я редко рекламу смотрю. Но тут надо было посмотреть. Я не мог сопротивляться рекламе с плейстейшеном. Вы понимаете? Понимаете? Даже я это понимаю. Ладно, ребята. Все это шутки-прибоютки. Хотя нет, на самом деле, послушайте, что я хочу. Пятый. Присылайте мне, если у вас есть лишний плейстейшен. Пятый. Я согласен. Пишите мне на почту. У меня есть ссылка для рекламы. Пишите, там есть почта. И вот пишите. Еще на канале есть почта. Пишите. Если кто-то хочет представить плейстейшен, пишите мне об этом. Мы договоримся. Мы договоримся. Честно. Не оставлю вас ни с чем. Все, ребята. Подписывайтесь на канал Жени. Ставьте ему лайки, пишите ему комментарии. Если вам нравится мой канал, если вам прикольно. Смотрите со мной видосики всякие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки, всем пока. Пау. Субтитры создавал DimaTorzok